Рашид Магомедов родился и вырос на Кавказе, славящемся борцеовскими традициями. Он родился 14 мая 1984 года в селе Маджалис, численность которого составляла тогда порядка 5000 человек. Большинство населения поселка по национальности принадлежало к даргинцам, и родители Магомедова не были исключением. Семья поддержала мальчика, который вслед за братьями увлекся спортивной борьбой. Вначале Рашид практиковал карате, затем перешел в бокс и в обоих видах деятельности добивался результатов на региональном и международном уровнях. Еще он пробовал кикбоксинг, в котором также оказался хорош, а во время службы в армии перешел на рукопашный бой. В этом виде спорта дагестанец выиграл российский чемпионат и сдал нормативы мастера спорта. Со временем спортсмен перебрался жить в Мохачкалу, где поступил в дагестанский сельскохозяйственный институт, но заняться земледелием и животноводством ему так и не пришлось. Спорт вытеснил все другие занятия и вскоре стал профессией, которая принесла не только деньги, но и мировую известность. При этом сам Магомедов отнесся к популярности и успехам спокойно, заработав репутацию сдержанного и простого человека, который умеет красиво побеждать и достойно проигрывать. Карьеру в смешанных единоборствах Рашид начал с 2008 года, в период тренировок в клубе «Горец». Там его тренером стал Мусаил Алаудинов, который не только учил спортсмена работать и настраивал на бои, но и занимался его продвижением, ведя переговоры о возможных переходах. Сначала Магомедов заявил о себе на микс-файта ФА, где в 2008 году одержал первую победу техническим нокаутом над Владимиром Владимировым. Затем в составе команды «Горец» боец стал участвовать в международных турнирах М1 и в 2009-м заработал титул чемпиона М1 Селекшн. При росте 175 см и весе в 70 кг он попал в категорию легковесов. Выступая в М1, Рашид провел 11 боев, всего однажды уступив сопернику раздельным решением судей. Остальные поединки дагестанца заканчивались победами, и в 2011-м он завоевал титул чемпиона мира в М1 Global, который защитил год спустя, одолев Александра Яковлева. Гибель тренера поставила карьеру бойца на паузу. В конце 2013 года Магомедов переехал в США, где стал выступать в турнирах UFC, на первый бой в Ultimate Fighting Championship. Россиянин вышел в футболке с именем Мусаила Алоудинова. Рашид признавался, что не заметил разницы между жизнью в России и Америке, поскольку все время проводил в тренировочном зале. Однако подход к тренировкам показался ему более удобным и профессиональным, поскольку в UFC весь процесс подготовки распределен между 3-4 специалистами, каждый из которых хорош в своем деле. Спортсмены не приходится думать о перезагрузке и усталости, он просто отключает голову и полагается на группу тренеров, выстраивающих оптимальную схему работы. Став бойцом UFC, Магомедов сражался против Энтони Мартина, Гилберта Бернса, Элиаса Сильверио и Бобби Грина, каждого из которых побеждал. Несмотря на то, что статистика Рашида говорила сама за себя, пять побед при одном поражении, UFC не стала продлевать контракт с ним, сославшись на незрелищную манеру ведения боя. Даже эффектный уход от болевого не добавил галочек в его резюме. После этого россиянин перешел в ПФЛ, где с переменным успехом провел ряд поединков. Победив Луиса Фирину, тягу Товариса и Лойка Раджабова, в 2019 году боец проиграл земляку Ахмету Алиеву. За год до этого он пережил обидное поражение в финале плей-офф ПФЛ в легком весе, где судейским решением победу отдали Нитану Шульте, который увез с турнира 1 миллион долларов. Горечь не самого справедливого поражения и потерю самого солидного вознаграждения в бойцеовской биографии Рашид по обыкновению перенес сдержанно и спокойно, однако заявил, что не имел права проигрывать спортсмену такого класса. При этом он трезво оценивает собственные возможности и не стремится к поединкам со звездами уровня Хабиба Нурмагомедова. В 2020 году боец вернулся в Россию и подписал контракт САСа, дебютом Рашида должен был стал поединок против Эдуарда Вартаняна, однако встреча не состоялась, Магомедову не хватило времени на подготовку к матчу. После этого россиянину стали подыскивать нового соперника, им оказался Артем Домковский. Встреча легковесов состоялась в ноябре в Москве на ACA-113 и завершилась победой Рашида в третьем раунде единогласным решением судей. В следующем году копилку успехов Магомедова пополнила победа над Мухамедом Коковым, а вот встреча с Александром Сарнавским закончилась поражением. Скромность и сдержанность Рашид проявляет и при освещении своей личной жизни. В интервью он предпочитает не рассказывать о жене, однако фото дочери все же появились в инстаграм-аккаунте Бойца. Долгое время тот вообще уклонялся от социальных сетей, поскольку привлечение внимания и общение с виртуальной публикой чуждо его натуре. Однако в 2016 году Магомедов все же завел аккаунт, который заполнял снимками с октагона и тренировок, изредка разбавляя их кадрами в компанию.